друзья всем привет перед вами бывшая тумбочка для рейсмуса из которой сегодня буду делать стулья это первые мои стулья ну и решил я сделать относительно просто и из старого бэушного дерева вот это собственно стойки от стендов из художественного салона то есть да тут во многих деревяшках есть какие-то отверстия от саморезов ну как-то все это буду в процессе шпаклевать доводить до ума но тем не менее как вы знаете у меня целый угол завален какими-то бэушными досками досками от стройки дома где-то что-то даже с бетоном до сих пор есть но тем не менее все это надо потихоньку аккуратно перегонять во что-то полезное старая тумбочка от рейсмуса можно сказать немножко топором была сделана и вот попались такие детали явной дугой с помощью своей приспособа я их довожу до ума поэтому хочется конечно перегнать максимум вот этого дерева чтобы освободить вот этот стеллаж и место чтобы поставить фуговальный стол ну вот пока приходится довольствоваться такими приспособами которые в общем-то реально круто выручают поскольку все детали у нас бэушные с отверстиями с трещинами там разные есть я уж не стал из них вырезать никакие сучки но кроме откровенных прям каких-то косяков потому что все это дело будет шпаклеваться некоторые отверстия от саморезов я их потом рассверлю покажу вставлю дошканты зашлифую ну соответственно все это будет покрываться в итоге калированным маслом максимально темным чтобы вот эти огрехи не особо были заметны конечно хотелось бы это дело покрасить но краски у меня сейчас нету подходящий поэтому буду использовать масло вообще забегая немножко вперед скажу что отделка маслом именно с добавлением колера мне очень понравилось это конечно небо и земля потому что чистое масло но это примерно как эффект олив и дешевый а с колером конечно это просто бомба и в частности структура сосны проявляется просто сногсшибательно ребят ну как вы заметили для первого раза я не стал ничего усложнять то есть у стульев будут задние ножки и спинки прямые но кстати говоря как показала практика на таких стульях довольно удобно сидеть я честно говоря не подозревал что прямая спинка может быть настолько удобно я не знаю какой там градусов в классическом стуле градусов наверно 5 максимум 10 отклонения спинки но прямая вполне имеет место быть просто она не такая симпатичная но постепенно конечно я все это дело буду усложнять и придумывать различные модификации дизайны мебели недавно я нашел интересный способ как можно делать серийно ножки с любым выгибом при этом не теряя в общем то никакого лишнего дерева все практически идет в дело но об этом я чуть позже расскажу единственное могу сказать что это все делается посредством склеивания щита ну как я уже говорил вот эти отверстия от саморезов я замазал шпаклевкой причем обычными меня засохла нафиг потому что там дырка оказалась вот пришлось белую использовать но опять же как я говорил все это дело будет круто тонироваться поэтому пофигу в общем то какого цвета ваш поклевка в принципе ее всегда можно сделать самому смешать опилки с тем же клеем пва вот вам и шпаклевка но я тут как-то не стал особо заморачиваться ну как вы поняли все соединения в этом проекте я буду делать посредством присадочного фрезера мафель этого днем ранее менял на нем фрезы с 12 на 8 и честно вам скажу это конечно бомба когда еще смотрел ролики сергея букаты я уже там благодаря своему нехилому воображению понял насколько все это удобно и быстро но все равно был удивлен когда это все попробовал сам при том что у меня никакого опыта не было работы с этим аппаратом все ну тут собственно видно моё неподдельное удивление насколько это все точно при том что я как вы помните делал определенное количество присадочных приспособ самодельных и у меня всегда соединение было прослабленное при этом я использовал и cmt шные фрезы и сверла и что угодно и те же самые восьмые шканты диаметр там был все нормально но здесь это настолько все прочно что вот эти детали можно собирать не клея но не скажу что на этих стульях можно будет сидеть но они не выпадут то есть присадка идеальная как вы видите все абсолютно ровно я специально поставил 4 детали и это даже при том что на моих ножках небольшие были огрехи там немножко были параллелограммы потому что конечно без фуганка до конца не обойтись и даже при этом все равно все углы все получилось идеально то есть никаких не диагонали ничего промерять здесь не нужно это реально работа в кайф сколько бы этот аппарат не стоил те люди которые на этом собираются либо зарабатывать либо что-то серийно делать он стоит любых денег но соответственно после всех присадочных работ когда нам были нужны прямые углы я делаю уже фрезеровку то есть скругляю абсолютно все углы на всех деталях это по моему р 5 фреза и в итоге я не стал разгребать свой заваленный фрезерный стол и сделал такую быструю приспособку зажал прям в тиски маленький фрезер и погнал я очень часто вижу как западные ребята делают такие вот истории для маленьких деталей это реально очень быстро и очень удобно сразу хочу сказать фрезеру не больно то есть все зажато аккуратно но в то же время надежно к инструменту я отношусь очень хорошо и слава богу за столько лет у меня ни один из моих инструментов не сломался вот-вот-вот ну а стойки я уже так по классическому методу погонял кстати вот эти коврики которые идут в комплекте с фрезером мафель это просто замечательная вещь на них реально кладем детали они в общем-то никуда не ездят то есть это очень хорошее подспорье вот этим столам со струбцинами с прочими делами ну конечно в будущем я хочу апгрейтить свой сборочный стол то есть сделал на нем соответствующую перфорацию в которую будут вставляться либо ограничители либо струбцины все равно так работать относительно удобнее но вот такие вот коврики тоже имеют место быть в общем то кто-то говорил что подобные штуки можно купить в хозяйственных магазинах и реально для шлифовки для каких-то фрезерных работ они очень будут в тему на ножках я всегда снимаю вот такие фаски потому что если этого не сделать то ножки разлохматиться просто в 2 секунды ну и теперь уже все это дело можно собирать на сухую я все-таки решил проверить как это все будет выглядеть нет ли каких-то косяков ну я до конца никому не доверяю пока это сам не проверю но тем не менее все абсолютно идеально причем даже второй стул я решил тоже собрать на сухую но могу вам ребята сказать что в частности при работе с мафелевским присадочником это делать реально не обязательно потому что во первых шканты очень плотно садятся и их туда-сюда вытаскивать это не очень хорошо особенно если детали тонкие деталь просто можно расщепить сдуру соответственно этому прибору реально можно доверять и собирать мебель уже чисто на клей в комплекте с присадочником идет вот такая емкость для клея со специальным таким тонким носиком ей очень удобно реально вот заливать клей в отверстие под шканты я туда накануне переливала клей это тайт банд которыми юра подогнал за что ему большое спасибо чем хорош тайт банд в данном случае у него но увеличена по сравнению с моим титаном время засыхания то есть полимеризации его ну поскольку здесь много соединений я решил работать именно с ним чтобы мало ли чего что-то не успела раньше времени засохнуть хотя при такой присадки в общем то времени у вас нет никакого как только вы прижали деталь вы сразу можете струбцину снимать и там уже все будет хорошо опять же это огромный плюс мафеля в том что нету никакого времени на первоначальное сжать то есть быстренько сжали и подержали но секунд пять и все можно убирать потому что присадка очень серьезная и струбцины здесь просто в принципе не нужны то есть присадочник конечно в работе экономит кучу времени в первую очередь при самой присадки а во вторую очередь во время монтажа ну и в конце концов это чрезвычайно точно что в общем то радует можно делать и вполне серьезные вещи потому что фрезы по моему он поддерживает аж до 16 диаметра соответственно это можно делать и кровать и что-то очень такое силовое несущие ну мы все попробуем насколько успеем мафель мне дали до нового года поэтому я сейчас конечно буду стараться сделать много разной мебели с помощью него но на следующий день я продолжил осваивать свою кучу старого дерева и вот собственно это была столешница от моего стола под циркулярку из нее я буду делать сидушки для моих стульев самые жесткие сучки я решил обрезать отверстия от саморезов которые там попадались я их чуть позже заделаю шкантами вообще я конечно в процессе немножко пожалел что не использовал новое дерево под сидушки все-таки стулья получились вполне себе неплохие для первого раза но да ладно будет больше поводов сделать стулья лучше вообще конечно с бушным деревом надо работать очень аккуратно вот как видно у меня здесь пассатижи с кусачками лежат на одной доске попался саморез который был внутри но рейсмус и вот так вот чуть-чуть по касательной прошел еще бы немножко и был бы скол поэтому если уж берете бы уж не какой-то лес просматривайте его просто с микроскопом прозванивайте его металлоискателем как угодно потому что лезвие в рейсмус это штука очень хрупкая но не говоря уж о том что она и не дешевая в частности на моей макете стоят японские ножи они конечно двухсторонние но тем не менее тоже стоит немало в общем я так рассчитал все эти ламельки что на каждой сидушки их получается по 7 равных сегментов соответственно сразу щит будет клеиться в ширину сидушки чтобы их потом не подрезать только торцевать тумбочка для рейсмуса кстати себя показал очень хорошо никуда она не катается даже при том что я не фиксировал ее передние колесики которые имеют фиксаторы но вот собственно я думаю тут видно кое-какие отверстия от саморезов я их просверлил восьмым сверлом и вклеил туда шканты они немножко подсохли здесь я не использовал титан потому что он схватывается намного быстрее чем тайтбунд вот так вот грубые все дела обрезал в общем то это все потом зашлифуются единственное шканты лучше все таки не использовать на сосне потому что они дико отличаются когда их покрыл маслом они стали заметно темнее чем все остальное дерево пока все дело сохнет можно прибраться чуть-чуть мастерской чтобы не тратить время склеиваю я все это корпусными струбцинами гроссовскими очень удобно они для этого подходят в общем-то очень хорошо выдерживают угол поэтому сверху ничем это схватывать и не надо опять же не теряем времени пока что-то сохнет убираемся я вообще не очень-то парюсь когда склеиваю щиты потому что у меня есть вот такая трайтоновская шлифовалка большая это просто та еще зверюга она в общем-то частично заменяет барабанно-шлифовальный станок конечно ручная машина не сможет автоматизировать процесс но зато ей можно любую площадь обрабатывать за счет ее огромного съема можно работать как электро рубанком единственное конечно для нее нужен уже стол с ограничительными со струбцинами потому что деталь езди даже на таких ковриках но и вот собственный результат в общем-то от барабанно-шлифовального станка это особо ничем не отличается а времени на обработку затрачено ну совсем немного это после зерна по моему 80 до мне там всегда восьмидесятка стоит для относительно грубых работ ну и теперь мы эти щиты уже торцуем в размер и в общем то уже можно придавать форму для нашей сидушки но собственно форму сидушек будет тоже классическая самая простая с выборкой под задние ножки вот тут вот конечно придется использовать лобзик я стараюсь его не использовать потому что как ни крути пилка у него уходит постоянно даже вот на толщине меньше 20 миллиметров все равно прямого угла очень редко можно добиться в этом плане конечно решают лобзики и того же мафили или фистула но даже не то что лобзики тут уже совокупность правильной пилки правильной ее толщины металла ну и соответственно узла удержания в этом плане я конечно жду не дождусь когда у меня появится возможность поставить ленточную пилу так ну и в принципе в итоге уже делаю фаску с двух сторон той же самой фрезой опять же вот очень удобно использовать вот эти вот коврики мафелевские для таких вот операций ну конечно да немножко детали ездит но этого вполне достаточно чтобы сделать точную нормальную фрезеровку ну и собственно заключительной операции это финишная шлифовка по моему 240 зерно ну и собственно монтаж сидушек как вы помните я заранее сделал в царгах косое крепление на крэговской приспособе и вот таким образом все это дело закрепляю очень удобно по поводу отделки честно говоря сначала я хотел использовать морилку максимально темно потом уже все это дело покрыть маслом но как-то меня не впечатлило вот эти мои морилки дешевые больно уж они бледные в итоге я взял масло для мебели мартияновская и добавил туда колер на них к сожалению не подписаны еще за цвет у них только какая-то маркировка есть но видимо на сайте можно посмотреть но я так визуально понял что это похоже на орех так на глаз туда набулькал чего-то в общем мне очень понравился результат это конечно небо и земля в этот раз я стал все это покрывать тупо кисточкой и что прикольно никаких в общем-то разводов нету масло само так равномерно растекается по поверхности и вот пока я все это дело покрывал она естественно впитывалась ровно столько сколько ему нужно потом я это все дело протер примерно год назад я довольно плотно занимался созданием рам для маминых картин ну и конечно чаще всего я это все дело покрывал морилкой в один слой там в два слоя но это конечно совершенно другая история и сравнивать вот эти вот вещи вообще невозможно в общем-то я думаю что мартияновское масло или не мартияновской любое масло можно коллировать и обычными колерами до которые там в леруа продаются я думаю что результат будет не хуже хотя кто его знает ну в общем-то я это как-нибудь сравню но вот в итоге все это дело стер тряпочкой все лишнее стуле единственное стали такие немножко бледнее что ли но все равно очень даже красиво очень круто выразилась структура сосны она конечно в этом плане очень выгодно выглядит всегда ну и вот такие вот стулья в итоге получились для первого раза наверное ничего сравнение с табуреткой вот которая была без колера вот такая разница ну на этом собственно все спасибо за внимание всем удачи а